Я вот лично восприимчива к этой информации, и вообще я как-то, вот когда ты стал переставлять эти континенты вот так вот в прямом эфире, у меня прямо реально как что-то поменялось во мне и в мозгах, так что очень смело, очень смело такую вещь просто даже высказать. Я добавлю, не просто смело, для меня, я уже сто раз говорил, для меня мое имя, вот если я вот, представляете, ну представим, гипотетически я ошибся, это для меня крах, все что получится, что я до этого говорил, это 99% людей отвернутся, это не просто смело, я поставил полностью все, все, вот когда я сказал Америке, нет, я поставил полностью все, что вот это год накапливал, потому что какие я вижу комментарии у себя под роликами, Вячеслав, сотовая земля, ты прав, ну с Америкой перебор, вот, и я прекрасно знал. Привыкнут, привыкнут, это, вот, поэтому я-то знаю, что это можно проверить, это вопрос времени на физическом уровне, я Лешего отговариваю, он собрался туда мандрувать на мотоцикле, я говорю, Леший, пожалуйста, ты нам нужен, не надо. Не лезть туда, вот, поэтому только, только вот именно вот такими способами, вспоминанием крайних событий за последние 200 лет, что там происходило, только так раскачать. Ну и картами, ну приходится использовать вот эти нарисованные карты, а что мне остается делать? Допустим, когда я древнюю показываю карту, в моем понимании, ее слабо воспринимают. Да, она и древняя. В картографе такая интересная вещь, вот, допустим, если кто не видел, можете набрать в интернете, посмотреть, австралийская карта мира, как в Австралии видят карту мира. Если кто посмотрит, то очень сильно удивится, потому что у них все наоборот, у них перевернутая карта, у них Антарктида вверху, а все остальное внизу, все поперевернутое, название написано не так, все кверх ногами карта. Если посмотрим карту африканскую, у них другая карта мира, если американскую посмотрим, у них и другая карта мира, везде все они разные абсолютно. Но вот австралийская, она самая уникальная, потому что она перевернутая, кажется. И Австралия в центре всей этой карты, как пуп земли. Юр, мы же вот это сделали тоже на канале, делали обзор вот этих карт, что ты говоришь, да, ну там, по-моему, еще есть для Южной Америки тоже, она перевернутая. Получается, самые Южные страны, для них все предоставляется в перевернутом виде. Поэтому все карты, они и масштабы нарушены, пропорции нарушены, и сами контуры нарушены, потому что где-то континент, допустим, закругляется, а на карте нету его. Поэтому там, ну сами карты вот эти, тем более Меркатор проекции, она, ей доверять вообще не стоит. По ней даже маршруты нельзя прокладывать, как показывают, это чушь. Не получится проложить у вас маршрут по карте Меркатора, пока ты ее не выставишь в правильном положении, как материки должны находиться. Поэтому, ну это бред какой-то. Ну вот у меня возникает вопрос, вот есть же такие целые компании, вот, ну, даже вот, я смотрел, не только для геодезистов, вот, для, скажем так, центров управления полетом, даже целые компании, вот, в основном, американцы, которые делают кучу всяких модификаций карток, они же должны с чего-то это делать. То есть, ну, нельзя же просто так взять ее наляпать, ну, вот, которые надо пользоваться не для народа, а вот для технического использования. Извините, мне, если неправильно проложишь маршрут, то у тебя и судно уйдет случайно на медь, неправильно GPS маршрут сделать и все. Везде картографии, в судоходстве, в авиапромышленности используется азимутальная проекция для прокладки маршрутов. Везде, абсолютно везде. Ну, вот, есть такие, вот, даже видеоролики, вот, в основном, кто недалеко ходит по морям, то у них она, ну, то есть, масштаб очень большой. То есть, я имею в виду, что земля приближена, грубо говоря, только Средиземное море, там, или, там, какой-то кусочек океана и все. И вот он их сопоставляет и потом подсчитывает эти маршруты. Вот, тоже, как бы, такое, то есть, это все по кусочкам, надо собирать эту всю информацию, потом только склеивать мозаику, к сожалению. Вот, как-то вот так. Ну, к картам очень много вопросов, потому что, вот, даже по уровню моря тоже очень такие есть ресурсы, и они не все прорисовывают. Вот, то есть, если, ну, я доделал измерения, то есть, насколько возможно затопление при том или ином случае, то они не все прорисовывают, кстати. Вот, как неудивительно, вроде бы, что там обработать дополнительную часть карты, да нет, вот, реально не показывают. Тоже такие интересные факты. Ну, все, я пока закончил с ума с... А, да, еще, кстати, Вячеслав, Юрий, надо же будет вот это сегодня им договориться, чтобы провести в онлайн-режиме вот это же сообщение. То есть, если Юрий, как бы, не против, и Вячеслав, вот, там, сегодня, как бы, пробный, обзорный был, как бы, грубо говоря, разговор два с половиной часа, по-моему, затянул или дольше. Я думаю, Андрей, наверное, наверное, из тех людей, которые, наверное, ему будет тяжело, он в основном как, его приглашает, и он, допустим, озвучивает, и, наверное, не может, ну, мне что-то кажется, не будет принимать это те или иные мысли нами озвученными, вот, поэтому, мне что-то кажется, ему может, ну, попробуем, конечно, да. Ну, надо задать ему вопрос, то есть, будет ли он в таком формате общаться, и тогда уже будет это, ну, это, по крайней мере, будет честно. Только вот Юрий, я не слышал, вот, его какое мнение. А насчет чего мое мнение? По поводу эфира с Андреем Клиняевым, может, и знаком с его творчеством, вот, поучаствовать в эфире на «Котлерове». У меня, в принципе, сегодня должен был, просто я не смог попасть на эфир, слушал так урывками, потому что дома не было в дороге, куда потом, как пришел, написал в чате. Ага, там он уже ушел, то есть, мы, как бы, сидели, общались, очень много информации, то есть, которую даже хотелось задать, по крайней мере, у него есть работа по изменению климата, то есть, на что он ориентируется, я когда-то позадавал вопросы, потому что еще-то тоже читались вопросы, вот, там, ну, у него интересный такой взгляд, и вот он считает, что центром является Москва, то есть, современная, то есть, по всем, если сейчас Лондон, грубо говоря, то по его мировоззрительности... На самом деле, центр-то Харьков. Подождите, а бюджет куда стекается? Ну, бюджет, да, в бумажке-то. И позиция интересна, да, как бы, вот он говорит, что у него, допустим, там, атмосфера в виде чаши, да, а сама форма земли ни разу не отвечает на вопрос, вот какая земля у него по его концепции, тишина? Вот как она выглядит, какой форма земля по концепции Тюняева? Я вот не знаю, если честно. По-моему, он сказал в форме чаши. В форме чаши? В форме чаши, да. В форме чаши, это вот эта самая атмосфера. Он сказал, что идет такой небольшой столб, да, от земли, а который потом расширяется и вот становится в форме чаши. Это он имел в виду атмосферу в форме чаши. А сама земля-то какая? Да вот, в том-то и дело, что он подразумевал, что вот эта часть, просто я до этого как бы видел, и, ну, его высказывание, там момент в том, что он воспринимает, что земля, грубо говоря, находится как бы между двумя вот этими, ну, как пример, динамиками. И сверху получается купол, и получается как-то снизу. И, скорее всего, он не считает, ну, это мое личное мнение, как я понял, то есть не получилось задавать вопросы, вот, так, что все те, которые прилетают, приходят инородные, это, скорее всего, проявление, ну, инопланетяне или как там их правильно назвать, пришельцы лучше назвать, да, вот, и они, вот, они просто проявляются в другой реальности, как-то так проскочило. Мне стало интересно, но, опять же... Да, я это тоже услышал, Рома, извините, это звучит так, уважаемые слушатели и зрители. То есть, они с нами всегда рядом, но они могут материализоваться у нас на глазах. Проявится? Ну, да, да, я вот хотел бы сделать поправку, вот почему чуть-чуть и не соглашусь, но, опять же, у нас не получилось с дискуссией, то есть, это нам больше времени. Да, дискуссии, вот, я же за это, между прочим, Рома и переживаю, а готовлю человек к дискуссии, доклады, это замечательно. Вот Юрий Степанович Рыбников, если ему, как бы, дать это время, он будет постоянно вещать, но если ему задавать вопросы, он либо деликатно в редких случаях, либо грубо скажет, это малоучились, молодой человек, потому что вы не прочитали там советскую энциклопедию, 10-ю страницу, а там четко написано, то-то, то-то. Нет, ну, дайте должному этому человеку. Ну, не, я всех уважаю за то, что не мне. Нет, это я не себе, Слава, это слушай с телем. Это не тебе, я знаю. А, да, я понял. Да, тут опять же, то есть, я быстренько вернусь к этому разовору, то есть, очень много вопросов, которые, то есть, хотелось бы, то есть, на свое мировоззрение каждый мог бы задать, поэтому, как бы, разовозно. О, Ром, кстати, благодаря тебе, вот так, ну, может, и выстроим, а не к докладам готов ли построить вопрос так вот, Леночке, это большое спасибо, что Тюня его пригласила, надо спросить, готов ли он просто к диалогу, не к докладам, озвученные из своих мыслей. Дело в том, что, ну, да, в общем, так. Да, там, дело в том, что вот он по поводу летательных аппаратов, которые проявляются, то есть, у него такая вот, ну, то есть, высказывание, идеи, как они примерно перемещаются, тоже интересно, то есть, она имеет свои, как бы, интересные обоснования и у других авторов, но вот он все это в комплексе пытался высказать. Так вот, смысл в чем, то, что так называем вот эти летательные аппараты, то есть, они просто-напросто, из-за, кто смотрел, ну, кто читал книги «Мой мир», как его, гребенников, по-моему, вот, который «Мой мир» написал книгу, которую насекомыми занимался, вот он создал свою платформу, она так и называется, платформа «Гребенников», так, свойство такое, что при работе этого устройства меняется внешний вид, то есть, его практически не видно, либо видно, как светящийся шар, вот, так называемое проявление, то есть, это, скорее всего, не из другого пространства, а просто меняется вот этот, как это, нефокусно рассматривать свойства вот этого пространства. Я даже не знаю, где это происходит. Я хочу от себя прокомментировать эту платформу, конечно, ушел в «Мой мир» человек, он все замечательно делал, к платформе отношусь скептически, даже, там, биографический путь его грустный, он там был в концлагере, ему на определенном этапе должны были, ну, если хотите, там, ролик найдите, я просто своими словами расскажу, голову пробить специальным молоточком, чтобы он умер, но он выжил. По поводу платформы, это остается только в журнале «Юный техник», описание. Сказать, для такого серьезного события нужно бы камеру взять, ну, скажем, ну, откуда у обыкновенного советского человека камера. У моего друга, они скромно жили, была вот эта камера, которая, я не помню, как она называется, там, такая маленькая, маленькая черненькая, у нас, кстати, погиб Новый год, мы снимали на эту камеру, вот, ладно, камеры нету, хотя бы фотоаппарат, на фотоаппарат-то у советского хотя бы это, я думаю, что не было этого полета, ну, желание, чтобы он был, было. Ну, все может быть, я не могу утверждать, потому что у меня там не было и в этом духе, но хотелось бы, скажем так, это больше такое внутреннее желание, хотелось бы, что люди такое все-таки воспроизводят, понимаешь? Это мой личный внутренний, как бы, посыл. Я не могу никому утверждать это, я еще раз повторяюсь. Ну, и вот, такие вот теории, как бы, они должны быть хоть как-то на физике, это легко подтверждаем. Вот, да, не какие-то мифические пространства, там, которые пятимерным, типа, как Рахман Тор и все остальные пытаются преподнести, есть трехмерная, пятимерная, вот она работает потом, а вам не понять, потому что вы недоуки. Вот так, поэтому хочется, чтобы это все, вот, на канале, вот, грубо говоря, когда мы общались с Андреем Тюняем, можно было позадавать вопросы со своего ракурса, потому что одному общаться не очень-то и удобно. Все, я закончил свою мысль. В раздумьях пытаюсь помнить эту, как она, камера называлась. Можно еще раз переспросить, переспросить. Так это Кунгуров снял вот эти ролики «Искаженная история». Он снял это до того, как он стал учеником Тора или после? После. Мне вот самому, конечно, интересно, ну, как, парадокс том, вот я сейчас так воспользуюсь случаем, я как-то, у меня интерес какой-то необычный. В чем-то я его проявляю, в чем-то нет. У меня вот, допустим, если вдруг слышат, есть же злопыхатели много, они постоянно на других каналах меня обсуждают. И в частности, вот этот Сергей из Прибалтики, он мне все время кидает в личку эфиры, чтобы я послушал. Он даже не понимает, что у меня нет времени даже слушать, то, что серьезные вещи кидает. И вот, Сергей, если ты меня слышишь, пускай тебе перейдут. Я не посмотрел ни одного видео, где там обо мне какие-то гадости говорили. Мне некогда вашей от этой мышиной вознюю заниматься. Что вы знаете, как говорится, это классика жанра, как я сказал. Чем больше слон, тем больше мосик. Ну вот, поэтому вы можете там гавкать это. Интерес, я, конечно, могу сейчас допустить ошибки, но в роликах у Кунгурова звучало так, что ему скоро покажут библиотеку Ивана Грозного. Рахман, я знаю, он слышит все наши эфиры. Это как бы он готов был предоставить Кунгурову такую возможность. Кунгуров говорил где-то два года назад, вот этим летом меня поведут в эту библиотеку, я увижу эти книги. Ну, я скептически... А почему не Ватикан? Да, да, ну где-то на территории России есть своя маленькая библиотека. Он сказал, что именно в это, на Алтае там, вот там вот, даже дальше, в общем, Краснодар, Красноярский край. Он там был, он говорит, я видел, куда это надо пойти, там даже есть ролик, там эта женщина, ну, в общем, все понятно. Ну, с тех пор он больше про это молчит. Молчит все, как воду на войне, как камень в реку. Там и термин у него такой интересный был, который меня ужасно бесит. Это правообладатели Земли. Замечательно. Ты знаешь правообладателей Земли, но почему-то в каждом ролике говоришь, интересно, вот искусственная Земля или нет? Ну, ты же знаешь правообладателей. Подойди, спроси у них, какая Земля, искусственная она или нет, и как она создавалась. Ну, акураторов надо спрашивать. Это эпидемия. Потом у нашего Сережи Тарасова кураторы появились. Это просто прям какая-то тотальное уничтожение блогеров. То есть это берут под контроль. Ой, уважаемые сочетовцы, хотели бы тоже сказать такую интересную вещь, что вот это же канал Дружко, это тоже цирки, блин. Пришел человек, который объяснял, необъяснимо, но факт. Смотреть по телевизору еще в 90-е годы с трудом давалось. А сейчас он вышел в интернет, и как он получил такое количество накрученных роликов. И при этом, ну, мое личное мнение, что вот вам явный вот тролль, такой очень хорошо проплаченный тролль, которому раскрутили канал. Вот. И он снимает, так называемые, вот эти ролики. Давайте хайпанем и в этом духе. Это, ну, что-то с чем-то. Врубую, человека вложили сумасшедшие деньги, и он начинает троллить всех блогеров. Вот, ну, в чем смысл. Вот. Грубо говоря, возвращайтесь к телевизору. Да. Дружко, он это же. Его же все знают, мемы, да, там. Да, да, да. Мемы-то все знают. Поэтому он и стал знаменитым, как бы там, за считанные дни, там, два почти миллиона подписчиков он набрал за 10 дней, там, у него миллион восемьсот или миллион семьсот подписчиков. Миллион триста, просто там цифры совпадают, да. Миллион триста, и сейчас бы растет, типа. Но я думаю, что это накрученный, Юр. Очень похоже, что накрученный, потому что там ничего нет, чтобы стать подписчиками. То есть, ну, ладно, ну. Это просто, как бы, в такие короткие сроки, чтобы такое количество набиралось, и там очень много таких вопросов возникает. Это и телестудия, и несколько соведущих, и гримеры, и оборудование, которое вот это... Видно, что типа поднимается. Понятно, что это проект государства, но чтобы сделать накрутку такую, Google сразу же просекет, что это накрутка. Но это надо с Google договариваться, да, что типа мы открываем проект, все дела там, надо срочно его поддержать. Поэтому будет накрутка, и не обращайте на нас внимания. Только в таком случае это должен быть русскоязычный офис Google, быть в курсе, что будет накрутка подписчиков на канал. Ну, вот, скорее всего, это мое личное предположение, никого не хочу переубедить, что за такой короткий срок, я понимаю, был бы там какой-то ролик такой интересный, какой-то бум, да, или какой-то очень развлекательный, ну, то есть, что всех хватило, но у него ничего такого нет. И это не та персона дружко, которая, то есть, заставила бы подписаться такое количество, понимаете. Ну, ладно, может быть, и подписались, но не в такой короткий срок. Все прекрасно знают, как работает, ну, то есть, в общем, как работает YouTube, то есть, как развиваются каналы, и блогеры, то есть, в этом примерно там варятся. то есть, разбираться в том или ином вопросе, но когда начинается вот такой вот раскрут резкий, и тематика ни о чем, и при этом вот начинается вот больше вот этот троллинг, и очень такой, скажем, дорогой. Грубо говоря, я скажу так, это мое личное мнение, это дискредитация блогеров, ну, Вячеслав не любит это слово, но все равно блогеров на таких соцсетях, как YouTube, там, ВКонтакте, в этом духе. Вот и все. Ну, и лайв-журнал, конечно же. Возвращайте, стоило телевизор. Все, я закончу с вами. Может быть, посмотрим следующий выпуск, третий, какой будет там, кого будет задевать, и если начнется задевание именно вот альтернативных исследователей, то, да, это специальный проект. Если он сейчас политических будет сначала, да, самое главное, что у нас, пропаганда, антиполитики, чтобы не было, да, чтобы не было вот этих вот против коррупции, кто борется, если он начнет их троллить, то будет в первую очередь их троллить. Если он начнет, то он придет все-таки до альтернативных исследователей, которые занимаются развенчанием научных каких-то догм. Тогда, да, это будет уже как-то опасно маленько. да, ну, ну, просто я наперед просто всех, ну, как бы, я не знаю, какая-то чуйка шин сработает, я просто смотрю на эту всю картину, если бы, скажем так, если бы это был шуточный проект, объясню, в чем, это было бы более смешно, то есть, он бы больше был бы направлен на молодежь, но, видите, вот, он больше направлен на целевую аудиторию, которая старше, ну, 27 лет. Это, как бы, можно как-то, ну, не знаю, как посмотреть, у себя на канале, конечно, можно посредствовать целевую аудиторию, но вот у него я не знаю, как. И, ну, судя по стилистике, и дело в том, что начинаются вот эти вот вставки, вот этих блогов, которые, ну, вообще не здорово, то есть, человек, вот даже, ну, любой адекватный человек, вот, Вячеслав, вот вы не будете вставлять, скажем так, вот видео, которое не совпадает с превью, а вот он вставляет, типа, показывает, какой плохой интернет. Ну, это просто, вот смотрите, начинается проект. Ну, посмотрим, правильно, время покажет, но мы лично, не так. Там реально, если вторая часть, это такое, название такое было, идиотское, шок, Дружко грохнули в прямом эфире, это официальное название ролика. Ну, это вообще ужас какой-то. Ну, так это не ужас, это, это троллинг всего, всех соцсетей, всех вот этих вот журналов. То есть, ну, это, я бы сказал, есть вот, мы любим троллей, есть по призванию, есть для развлечения, и есть те, которые выполняют свою приятную для них работу. Вот, и вот это, вот, представляете, тролль 90-х, вот он реально, ну, это опять же, вот сейчас разваривает, вот мое личное мнение, что необычный, но факт, вот он троллил ту тематику, то есть, он забирал на себя внимание, и потом в дальнейшем, вот, в итоге, кто там таймил, понятно, у Дружко, понятно, ага, то есть, и потом кто-то проиграл, вот так бред, опять очередной, понимаете, то есть, вот, когда будут кричать волки-волки, то есть, какое-то событие, благодаря таким вот, как Дружко, потом никто не отреагирует, понимаете, о чем я говорю, то есть, человек откликает внимание, люди посмотрят, и потом, когда скажут опять эту тематику, все будут игнорировать, вот так вот, все, я закончил. Субтитры сделал DimaTorzok